И всем привет, ребят, с вами Старманька, еще записывал новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, наконец-таки мы возвращаемся в то самое интересное русло, которое у нас есть в игре, как вы знаете, у нас относительно недавно произошли изменения в балансе овердрайвов, и эти изменения были очень и очень существенные, и конечно же, конечно же, конечно же, уже один видос по этой теме был у нас на канале, но в связи с тем, что произошли большие изменения, у нас есть большое количество корпусов, которые нужно рассмотреть под разными углами, посмотреть в разных режимах, и найти для себя ту самую оптимальную точку, корпус и его овердрайв, который на данный период времени будет показывать максимальную пользу в матчмейкинге. Я вот сейчас для себя открыл форум, список обновлений, который у нас был в среду, то есть чуть меньше недели назад. Сейчас у нас три целых корпуса имеют одинаковое время перезарядки овердрайва, а именно 150 секунд имеет Wasp, Crusader и Maman. Про Maman я уже говорил очень много, говорил в положительном ключе, и считаю, что этот корпус очень круто можно реализовывать в матчмейкинге, и про него я сегодня говорить ничего не буду. Wasp это тоже очень уникальный, интересный корпус, который также можно очень круто и качественно реализовать, Но про него я поговорю, я думаю, что в ближайших видосах, а сегодня вместе с вами мы поговорим про тот самый корпус, на котором, по моему мнению, за бой можно реализовать наибольшее количество овердрайвов, и тот самый корпус, который является вот тем самым универсальным ключом. Он был уже на протяжении долгого периода времени в мете, в неплохой мете, но с таким обновлением я думаю, что этот корпус будет использовать еще больше, и это Crusader, конечно же Crusader. Сегодня мы рассмотрим две комбины, это будет Crusader Vulcan и Crusader Twins. Можно было бы, конечно, разделить эти две комбинации на два разных видоса, и записать их отдельно, это тоже было бы неплохо, наверное. Но я считаю, что нам нужно обозревать большое количество разных корпусов, да, и Wasp, как я сказал, и про Мамонт, я думаю, что есть еще что сказать, и Диктатора надо рассмотреть, я считаю, что он был до этого обновления в лучшей просто мете, и он был максимально актуален, и Дикострайкер можно использовать было, и Дикомолот можно было использовать очень круто, и та же, ту же Дико рельсу с дестабилизацией. Поэтому у нас есть большое количество корпусов, которые нам нужно будет рассмотреть, и поэтому сегодня мы сразу же две лучшие комбинации с этим корпусом разберем, посмотрим, какая будет работать лучше в матчмейкинге, и сколько у меня получится прожать овердрайвов на этих двух комбинах. Что касаемо Твинца, то это тяжелый плазмомет, это Твинц, который дамажит очень жестко, прям очень жестко, и что касаемо Вулкана, то это Вулканчик с адреналином, тоже лучшая комбина, на корпус сразу одевается иммунитет от поджога, и ты просто зажимаешь жестко пробел, и начинаешь конкретно наваливать. Поэтому давайте мы начнем все-таки, я думаю, что с Твинца, если надо будет, поменяем иммунитет, ну и поменяем сейчас быстрый здесь резист на 25-ку, дрон у нас бустер, который, к слову, к этой комбинации стал работать еще лучше, потому что бустер стал, можно так сказать, пассивной ДДшкой, которая на протяжении всего времени дает повышенный урон, и это тоже бустануло, что Твинц, что Вулкан, и сосулька, которая тоже наносит хороший плотный дэмэдж. Ну и будем, конечно же, давайте я даже одену краску, которая у нас имеется в гараже, но на которой я не катал последнее время, и посмотрим, сколько у нас овердрайвов на данный период времени прожато. У меня есть заданки, захват флага и командный бой, я думаю, что командный бой мы как раз-таки сыграем, и сыграем мы ЦП-шечку. У меня прожато 99 овердрайвов, соответственно, пикаем сначала ЦП, и смотрим, смотрим, сколько мы сможем прожать овердрайвов за один матчмейкинговый бой. Наверное, если я прожму где-то около 10-15 овердрайвов, это будет очень хороший результат. Но я, честно, не знаю, сколько сейчас реально прожать, да, и какие там цифры вообще крутятся, поэтому вместе с вами мы, в принципе, все это дело и рассмотрим. Запикивает довольно на хорошую карту, год 2042. Нам желательно, чтобы противник кучковался как можно больше на каких-то сторонах, этой карты. И можно даже подпушить респ. Сейчас вот мы сделаем захват точки, и можно будет даже подпушить респ. Там против есть гаусс с отключающей расходочкой. Если сейчас он мне вдруг ее отключит, то я думаю, что со следующего респа будет неплохо переодеться и взять уже иммунитет. Переодевалка у нас стала 6 минут, поэтому переодеваться так просто ты теперь не сможешь. Ну и я смогу просто взять иммунитет и чувствовать себя комфортно. По твинцу, по твинцу, по урону, да, сейчас что-то как-то особо противник на меня не пушит, но вы видите, да, сколько наносит урона один шарик. Там по 400-500 за шарик, и ты просто вот так вот хоп-хоп-хоп зажал, 6-7 шаров, тип улетает на респ. Все те противники, которые будут стоять рядом с друг с другом, получают огромнейший сплэш урон, и, соответственно, все они также очень легко и просто улетают на респ. Вот видите, по 650 урона. Плюс, если у противника, например, будет резист, то очень часто на твинце летят критические твинцы, и этот резист не будет чувствовать вообще абсолютно никак. То есть вы будете просто надамаживать, уничтожать. Так, первую сразу сосулю запускаем, мы уже 6-0 идем в катке. Очень неплохо. Против этот гаусс остался, поэтому давайте я сразу, наверное, возьму иммунитет от него. На вулкане, конечно, я не смогу так сделать, потому что на вулкане я уже буду необходим играть с иммунитетом. Ну вот видите, да, то есть два танка просто улетают моментально нарезать. Просто моментально. Очень жестко. Идет такая качественная раздамажка. Вот у мамонта есть, конечно, овер, он может и меня сейчас им немножечко прессануть. Еще как раз меня тиммейт блокировал. У него могло все получиться, но... Благо мамонт не совсем опытный, и дал мне эту возможность не отлететь от него. Так, респ викинга. Неплохой респ, плюс викинг с приваренной башней. Я думаю, что мы его сейчас быстренько замесим. И, наверное, стоит еще сказать про то, что этому устройству дали буст дальности, да. Я особо сильно не записывал видосы по нему. Когда-то был, да, видос, но я не обращал особо там внимания, либо это была запись тогда, когда еще с этим устройством ничего не произошло. Но был скрытый ап, о котором никто не говорил, и был скрытый ап этого устройства. И сейчас это устройство, тяжелый плазмомет, выглядит намного, намного жестче, чем это было раньше. Прожимаем, конечно, печальнейшую сосульку, потому что она летит не туда, куда я хотел. Но 14 киллов. 14 киллов за 3,5 минуты. Это очень хороший результат. То есть, если я за дефолтную матчмейкинговую катку, которая бы шла 7 минут, мог бы давать по 30 киллов в таком бою, где особо противник не кучкуется, это великолепный результат. Просто великолепный. И продолжаем, продолжаем просто стараться пушить респ, держать где-то хорошую позицию. Вот, например, этого викинга быстро мы сливаем. Дополнительную накидочку сюда организовываем. И стараемся сейчас еще быстренько диктатора, диктатора, диктатора замесить. Хорошо. Так, пока что я поражал только 2 овера, да? За 4 минуты 2 овердрайва. На центре у нас, к слову, здесь тоже падает овер, и он, к слову, лежит даже. Но давайте я, наверное, не буду особо сильно концентрироваться на тех оверах, которые падают, да? Потому что, ну, с выпадающими овердрайвами тогда-то статистика не будет совсем крутая. Сколько я оверов прожму. Поэтому этот момент мы оставим. Оставим нашим тиммейтам овердрайва, пусть они собирают, а я буду стараться на чисто своих оверках выезжать, да? То есть пока что все идет по киллам великолепно. Мамонт уже даже резис взял, но он ему вообще никак не поможет, потому что криты его будет просто хавать. Здесь мы быстро хорошую сосуличку на пятерочку сразу выдаем. И продолжаем контролить респ оппонента. Единственное, наверное, что я могу сказать, что я делаю, наверное, не совсем правильно, то что не стою рядом с точкой никакой, да? То есть если бы я стоял с точкой, когда бы противник бы, например, так вот захватывал, то я мог бы наносить постоянно вот этот качественный сплэш урончик. Но, с другой стороны, когда я контролирую респ, то даю пространство своим тиммейтам, которые могут просто захватывая точку, не встречая особо оппонента, контролировать и затаскивать эту катку в плюс. Да, то есть здесь такая ситуация с двумя концами, которую можно рассматривать под разными тоже моментами. Но видите, что уже берут резисты от квинца. Видите, уже берут. Но они не спасают. Я вам могу сразу сказать, то есть если, например, от вулкана резист еще как-то вам будет помогать, то от венца резист это, ну, просто гиблое дело, да? То есть ты его можешь брать, но толку от него не будет вообще никакого практически. То есть очень частые криты, за счет этих частых критов, ты просто начинаешь уносить типов. Здесь есть рельса с овердрайвом, которая, скорее всего, прожмет, да? Мы просто прячемся за танк, еще и быстро добиваем. Отлично. У нас 98% овердрайва. Есть уже у меня овер, но у меня просто эффект подавления, который, скорее всего, нанес какой-то жесткий хантер, поэтому было бы неплохо, либо мне сейчас уйти на рез, чтобы с респа быстро прожать. А, нет, уже подавление спало, ну, ладно, я все равно ухожу на рез. 32 кг. 32 кг 6,5 минут. Что можете сказать по этому поводу? Что вы можете просто сказать по этому поводу? 32 кг. 32 кг за неполных 7 минут в бою. Я хочу, конечно, куда-то хотя бы пустить эту сосульку, а не просто пустить ее в воздух. Но можно было даже и в воздух ее пускать, если честно. Можно было даже вообще просто не думать, не думая вот так вот в землю стрелять, да, потому что, ну, мы все-таки работаем на количество овердрайвов, да. И особо нам там, ну, не сильно там важен этот овердрайв. Мы и без него наносим безумно большое количество урона. И это вот, наверное, тот самый ховертанк, который имеет и скорость отличную, да, для маневра, и возможность быстрого дэмэджа по оппоненту, да. То есть, если тебе надо там в моменте дать хороший дэмэдж сразу, плюс еще пробитие, сосульку запустил, домашка, пробитие, и ты просто на коне уносишь типов. А бывает, что ты можешь просто ее там впустую выпустить и все. И плюс есть еще ошибка, ну, можно так сказать баг, наверное, так можно сказать, с этим овердрайвом. Овердрайвом это то, что до сих пор не пофикшена ошибка, когда ты даешь купол, говорю, даешь сосулю. И если, например, перед тобой будет танк, который будет уничтожен, да, то есть, ну, например, я этого типа успел слить, а за типом стоит оппонент. И я кидаю сосулю, эта сосуля не будет уже лететь в противника, она просто летит до ближайшей стены. То есть, не видит оппонента. Я не знаю, почему это нельзя пофиксить. Как по мне, это очень большая проблема. И порой она не дает возможности реализации грамотно овердрайва Крусейдера. И работает в минус, да. И кажется, что все просто, и пофиксить легко. Но до сих пор эта проблема у нас существует. 42 кила у меня пока что. Еще 6,5 минут остается до конца катки. И я думаю, что, скорее всего, наверное, даже здесь будет досрочка. И нам нужно бы уже акцентировать внимание на точек ки, чтобы выиграть эту каточку. Так, что тут противничек подлагал. Что с ним случилось? Не знаю. Что, он в стенки собирает. Так, ну и после захвата, я думаю, что где-то здесь вот на контрольчик центрика поработать будет вообще неплохо. Пробуем сразу быстренько здесь векорейсочку унести. Но не успеваю. Сосулечку запускает. Но сосулька теперь не запускается так легко и просто, как ему хотелось бы. Поэтому мы его тоже уносим. У нас точки забирают. Офигеть, вы чего? Вы чего, ребятки? Куда вы там точки забираете? Давайте попробуем сейчас вот этого все-таки гаусс уничтожить. Гаусс, видите, он свистеть даже особо не может. Я просто наношу нереально большое количество урона. Он даже на ловкаче, на откатике, все-таки, конечно, меня сумел добить. Но я, будучи просто на ДДшке, тоже нанес очень большое количество урона. Ну и вот для сравнения, вы видите, просто так. У меня 840, противника у первого места 440, у нашего тиммейта 500. Быстренько запускаем хорошую сосульку. Сразу плюс кильчик, 48-очка уже красивая у меня летит. Быстро можем сразу еще этого забрать типа, забрать точку. Забрать точку, это тоже немаловажный фактор. Вот, видите, тоже очень большое количество твинсов сразу появляется. Точку я, скорее всего, не заберу. Сейчас Мамот просто прожмет овер. Ну ладно, хорошо, на маневре ушли. Еще его и забрали. Хорошо, точка под захват уходит. Дашка была дроповая. Сразу пушим дальше. Было бы неплохо сейчас вот там вот забрать парочку оппонентов. Просто запускаем туда такие шарики. Может, что-то, что-то долетит. Рельса прожмет овер. Да, одна прожимает, вторая. Вторая не успевает прожать. Изида мне на хильчике хорошо подрабатывает. Так, и можно попробовать сейчас даже центрик не отпустить. Здесь противник вроде ехал. А, нет. Что-то не справился оппонент с захватом точки. Наша точка под контроль уходит. Хорошо. Третью захватываем. Ну и чуть пореспили. 55 киллов. 55 киллов. 4 минуты до конца. То есть это полноценная каточка на, ну, наверное, киллов 70. На 70. Здесь можно дать 70. Но вы видите, что сейчас будет уже досрочка. Сейчас уже будет досрочка у нас. Успеваю первый. Хорошо. Очень плотно залетело. Я бы даже, наверное, хотел бы, чтобы здесь не было досрочки. Но уже с этим я ничего поделать не могу. Уносим еще одного. Отлично. Пробуем сразу забрать еще Хантер от Винца. Но у нас уже досрочка. Итого за 11 минут я получаю за 58 киллов получаю 4000 опыта. То есть это с x2 это было по 8000 опыта. 58 киллов за 11 минут. Это за дефолтную матчмейкинговую катку я плюс-минус давал 35 киллов. Это очень хорошо. Очень хороший результат. Прям великолепный результат. И сейчас мы еще посмотрим, сколько овердрайвов я успел прожать за эту катку. За 11 минут на Круссейдере сколько у нас получилось прожать оверов. Но бой сочнейший просто. Просто идеальный. Очень хороший. Все бы такие бои были бы. И всегда бы так все получалось реализовывать. Прожал 7 оверов за 11 минут. Ну то есть я бы в теории, ну наверное где-то девятку мог бы прожать. Девятку оверов. Плюс там я еще немножко передерживал. Можно было побыстрее. Но 7 оверов для такой катки это хороший результат. Ну и теперь мы сыграем тдм. Только уже на вулкане. И единственное я забыл поменять иммунитет от поджога. Конечно же с Круссейдером уже у нас здесь иммунитет с поджогом. Вулкан можно с адреналином также использовать и на аресе. Тоже с иммунитетом от поджога это тоже очень эффективно и грамотно работает. Но Круссейдер, как я сказал, более универсальный. Карта, наверное, не самая лучшая. Было бы неплохо, если было бы побольше оппонента. Но ладно. Окей, хорошо. Работаем с тем, что имеем. Перепикивать мы не перепикиваем. Поэтому просто играем на том, что нам дали. Из плюсов. Очень простое вооружение, если сравнивать с твинцом. Твинц требует большей сноровки. Да, и где-то надо чуть-чуть больше посейвиться в тайминге. Чуть переиграть оппонента. Да, то есть расстояние сократить. Вулкан, ну просто пробел зажал. Чуть-чуть более выгодную позицию занял. И все. И начинаешь наваливать. Зажимаешь этот пробельчик. И просто тушишь, 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 тушишь. И еще раз тушишь. То есть здесь вообще не надо ничего делать. Не надо ничего придумывать. То есть комбинация, которая не горит. Которая наносит нереальнейшее большое количество урона. И работает максимально эффективно. Просто максимально эффективно. Ну и адреналин с Крусейдером. То есть тебе не надо поворачивать никуда башню. У тебя корпус идет вместе с пушкой. Да, если вы играете на мышке, то все у вас работает максимально четко и эффективно. Полторы минуты, шесть киллов уже у нас имеется. Совсем скоро будет первый овердрайв. Я напоминаю, что мы играем без овердрайвов, которые падают с земли. Можно было бы, конечно, их поотрабатывать. Небольшой пролаг произошел. 99% овердрайва. Свидетельствует о том, что мы прожимаем хорошую сосуличку. Сразу уносим типа на рез. Прожимаем аптечку грамотно. На боковом стрейфе уходим, чтобы реализовать полную аптеку. Вулкан наносил урон. Он мог не дать и мог мне сбить эту аптечку. Но боковой стрейф работает идеально на Крусейдере. И можно было просто реализовать себе фулл аптеку. 11 килов, 2 минуты. Хороший результат. Очень хорошо все пока что идет. При том, что это катка, напоминаю, 6 на 6. 6 на 6 будет. То есть, по сути, в этом бою нет такого большого количества оппонента, где я могу тут зажимать по ним. То есть, если бы это было хотя бы 8 на 8, как это было год 2042. Либо это вообще было бы у нас какая-нибудь катка 10 на 10, 12 на 12. По типу того же колхоза, который, к слову, у нас убрали из матчмейкинга. К которому я еще запишу отдельный видос. Просто отдельный видос я запишу про карту. Потому что с этим решением я абсолютно не согласен. Это вам так. Ну, небольшой спойлерочек для тех, кто смотрит внимательно видосы и смотрит их полностью. Да. Ну и пробуем. Пробуем. 12 минут остается еще. Вагон и маленькая тележка. Здесь вообще, скорее всего, даже досрочки не будет. Поэтому мы сыграем весь бой. И посмотрим, сколько мы сумеем реализовать за этот полный бой. Здесь я смотрю, противничек играет в большинстве своем на защитниках. Да, защитник неплохой вариант. Если у тебя нет бустера. Но если у тебя есть бустер, то защитник тебе целиком и полностью не нужен. И еще немаловажный факт вулкана. Это то, что если рядом с вами находится большое количество оппонентов, то вы можете просто каждому там по 50 урона накинуть. И если ваши тиммейты просто наносят хороший тоже там урончик, сливают, добивают, то вы с каждого типа еще по пятерочке очков дополнительно получите. То есть вы там, например, 50 урона просто пшикнули, отвели там, не попали, не слили, пятерку заработали сразу, спокойно. Но это по большей части работает на больших картах, где большое количество оппонентов. На таких картах вы можете просто сразу их, конечно же, сдувать, уничтожать. Но если, например, большое количество оппонентов, то вы там просто чуть-чуть урона пшикнули, потом по второму, третьему, четвертому, пятому и все, всех уносите, 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 уносите. И максимально качественно и эффективно работаете Здесь мне, конечно, вас Уничтожает Но у нас 24 кила, друзья мои 24 кила 24 за 4,5 минуты Ну, что может быть лучше? Ну, вот покажите мне вооружение Которое будет показывать лучший результат На каком-то там другом корпусе Если вы хотите качественно И быстро все дело реализовывать Да, по очкам можно, например, на том же диктаторе Иметь примерно, наверное, то же самое Но вот вам те комбинации Которые легко реализовать Да, и на которых Ты также можешь набить Большое количество киллов Единственный минус То, что я как уже сказал Здесь, скорее всего, у нас не будет досрочки Но это чтобы именно сравнить С твинцом, да С твинцом у нас там получилась досрочка Здесь досрочки у нас не будет Но у меня уже 27-рочек Просто 27 киллов И при том по ГСу, по противнику Да, то есть там нормальная ГС Да, то есть, ну, например Наверное, не сверх жесткие типы Против, конечно Но по ГСу нормальные типочки Нормальные Пойдет Да, то есть никаких-то там Сверх бригадирчиков Нубских накидало мне Поэтому пробуем Пробуем, пробуем Продолжать дальше накидывать Замечаю то, что УП держится очень хорошее Да, что там я Умер 10 вроде раз Здесь пока что Шестерочка Но здесь для ТДМки, наверное, будет побольше Смертей Мне так почему-то кажется Что здесь все-таки Ребята играют именно на киллы ЦП все-таки контролируют Больше на точку Да, акцент делают Но все равно Да, то есть здесь тоже Видите, уже начинает противник Брать резисты Два реза уже есть от меня Но не особо он помогает Не особо, да То есть здесь Вулкану, конечно Потяжелее будет В этом плане Чем Твинсуп Потому что здесь критов На вулкане вылетает меньше Но все равно Отлично работает Отлично работает И ни в чем себе не отказывает Вот видели, сейчас я 50 урона там нанес По типочку И по сути его оставил Вот его быстро забрал Хантера моя Жига забрала И я, конечно же, с него заработал Пятерочку своих очков Хотя не нанес особо большого Никакого урона Вот вам то О чем я говорил И то, что работает максимально Круто и эффективно на вулкане Можно, конечно, это же делать На Твинсе На Твинсе Надо сближаться больше Да, здесь с расстояния Можно нанести хороший урон И ни в чем себе не отказывать Ну и бустер Да, здесь нужно не забывать про бустер Бустер в этой комбинации И с тем, как он сейчас работает Он таким вот пушкам, как Твинс Как Вулкан Теперь дает очень большое количество плюсов Очень большое количество Дополнительных возможностей За счет которых Вы можете очень грамотно С повышенным уроном Дать еще больше килов Еще больше килов Еще быстрее уносить типов И максимально Грамотно И качественно Реализовывать Своё вооружение Так, пока что мы ведем Не сказать, что Супер уверенно Да У нас 20 килов только отрыва Но этого Может быть достаточно Единственное То, что мне здесь не нравится То, что меня начинает Гаусс с пробитием Контролировать Но он не особо Правильно это делает Он бы мне мог Давать намного больше дамага Если бы Делал бы постоянные сводки С пробитием Ну, меня немножко жалеет Наверное И за счет этого Я все-таки чуть больше могу Тоже реализовать У вас по фриз Тоже пытается Что-то, что-то Накидать Но у него вообще Все печально Он вообще Не тем занимается Если честно Я пока живу Хорошо живу Плюс 25-ку мы уже ведем Быстренько здесь Хантера уносим Отлично Хорошо Пробуем еще По Викингу Что-то, что-то накидать Ему кто-то Стопчик накидывает Хороший ДДшка постоянная У меня есть Да, то есть ДДшки вообще Нет никаких проблем 45 килов Ребята у меня уже Это уже 46-й Залетает Уже Тип не знает Что делать У меня есть Овердрайв Который мы Просто пускаем В землю Можно было Конечно попасть Надо было Немножко корпус качнуть Я думал Что в тиммейта полетит Решил поэтому Не качать корпус По итогу Она полетела В землю Сосулечка Тоже такая Интересная тема Так Ну что 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 хочет От меня Этот викинг Он хочет Наверное Запушить На мои мины Ой Ему как повезло Гаус Кританул Так 47 килов Ребяточки 47 килов 47 килов И главное Надо будет Посмотреть Сколько я Оверов смогу Прожить Пока я все таки Прожму Овердрайвов Идеально Пока что Все разыгрывается Мне максимально Все нравится Да то есть В обычном бою Я бы точно Забирал бы Оверки с центра И у меня было бы Ну наверное Полтора Может даже В два раза Больше прожатых Овердрайвов Но Раз и мы уже начали Без Оверов Я не думаю Что стоит Здесь их уже Подбирать Мы посмотрим Исключительно То количество Которое Можно прожать Оверов За бой Да У меня уже 51 килла В том бою было Сколько 55 за 11 минут Здесь 51 За 10 То есть Плюс Минус По киллам Мы имеем Такой же Результат Так почему-то у меня Вулкан не хочет разгоняться Быстро забираем Здесь хантер Отлично Плотную накидочку Начинаем Надо Вот здесь Видите В чем разница Вулкана И в чем разница Твинса Твинс Сплэш урон Дает Да В такой ситуации На маленькой Средней карте Он вам даст Еще больше киллов Ну На дистанции Конечно Будет примерно То же самое Да Но В определенных Моментах Он вам даст Больше киллов И Вы сможете Быстрее Там уничтожить Оппонента Где-то там Двоих сразу забрать Троих забрать Если не будет Кучковаться Но на дистанции Все равно Что вулкан Что твинс Примерно Одинаковый Результат Получит Да То есть Ну Можно там Например На средней Карте На маленькой Карте Больше Брать Твинса На Больших Картах Брать Вулкан Да То есть Здесь Есть такие Хитрые Действия Которые Можно в свою Пользу Реализовывать Ну а так По большей части Конечно Мне наверное Кажется Что твинс Поинтереснее Да То есть Вулкан Чересчур Примитивный А киллов Дают вооружение Примерно Одинаковое Количество 62 килла У меня здесь За 11 минут Там было У меня 55 Да Если я не ошибаюсь Это вроде 55 киллов То есть Примерно Что-то Одинаковое Разница В 6 киллов Плюс Это Разный режим Разные режимы Разные карты Этот ужас Нужно Не забывать Ну и пробуем За эти еще 30 Ой 30 Говорю 3,5 минуты Пробуем еще Дать побольше киллов Заодно Посмотрим Сколько я прожал Оверов Если в той катке У меня получилось Семерочку вроде Прожать Да Посмотрим Сколько у меня будет Здесь В этом бою Если Я все Правильно Помню Если что В комментариях К этому видосу Сможете Как всегда Подкорректировать Математика Ивана Который Иногда Ошибается Там например Там 7 на 5 45 Там еще что-то Поэтому Сможете его Немножечко Подкорректировать Так Сосульку я дал Свою тиммейту Очень хорошая Сосулька Очень шикарная Реализация Просто Бомбическая Но Благо Хорошо что я это Сделал прямо сейчас А не оставил ее Потому что у меня Вот видите Уже подавление То есть я бы Не реализовал бы ее Вообще А если мы уж Играем на счет И смотрим Сколько можно Максимум прожать То уж лучше так Прожму Уж лучше так Чем буду здесь С подавлением Подавления стали Очень долгие После Овердрайва Бомбы Васпа После Хантера Да то есть там Радиус конечно Меньше сделали Но все равно На таких маленьких Картах Ничего по сути Не поменялось 72 киллап Давайте попробуем До 80 До 80 Дать И если я 80 Даю за такой бой Ну вы понимаете Сами Да то есть У нас 130 киллов На команду Из них 73 Накинул я То есть больше половины Киллов за бой Накидывает Крусейдера Вулкан Вы понимаете Что это такое Да Но если вы не понимаете Вдруг Вдруг Если вы не понимаете Что это такое Но это называется Тотальная доминация Называется просто Тотальное уничтожение Просто Просто развал кабин Развал всего Просто всего Развал Может быть Мне конечно Свезло Что здесь Какие-то Такие типочки Не совсем Грамотные И умные Которые там На титанах Не прожимают Купола Там еще что-то Но Но Это типичный Матчмейкинг Я не могу угадать Да Против кого я попадусь Против слабых типов Против сильных типов Да Против там Каких-то других там Нагибаторов Ненагибаторов Но Могу вам сказать точно Что в ТДМке В ТДМке Играют наверное Самые Хлабые игроки Матчмейкинг По большей части По большей части Вот когда у нас нет там Ни ивентов никаких Нету никаких там Повышенных фандолов И нет ничего прочего То вот в ДМке Ой в ТДМке В командном бою Вы можете зайти И Дать хорошее количество киллов Ну это практически Всегда так работает Хотя Как вы видели И на ЦПшке У меня на ТВНТе Тоже получилось Реализовать Отлично свое вооружение Поэтому здесь Может быть просто Я поймал хороший тайминг Хотя записываю видос Когда у нас уже Практически 8 часов вечера По МСК И должны пожестче Такие типы играть Которые должны Нагибать Наверное Ну не знаю Ну свезло Свезло Просто мне свезло Просто мне свезло И тиммейты Особо там Большое количество киллов Тоже не дают Это тоже хорошо Что здесь Все работает Как часы Ну и вот Последний Овердрайв Я прожимаю Закатку 10 секунд У меня остается Попробуем еще Вот этого Опера забрать Успею Не успею Молодой человек пишет Законно ли И вообще То что я набил 85 киллов За бой Я считаю Что наверное Нет Это наверное Незаконно 88 киллов За ТДМ Бой 15 минут На видос Ну друзья Я считаю что это достойно лайк Как минимум Это достойно лайк Почти полторы тысячи очков 6 тысяч кристаллов Без повышенных фондов То есть с повышенными фондами За эту 15 минутную катку Я бы получил 12 тысяч кри И 12 тысяч Опыта Это было бы Просто нереально Круто и жестко Но Даже без этого Это отличнейший Качественный Грамотный результат И это Крусейдер Просто Крусейдер Который работает Эффективно И у каждого из вас Есть теперь Такая возможность Его реализовать Единственное Мы сейчас посмотрим Сколько я прожал Оверов Закаточку 15 То есть У меня было 7 Плюс-минус Если я не ошибаюсь 8 Оверов 8 оверов Или 9 8 или 9 Короче оверов До десятки Короче Около 10 Овердрайвов Без подобранных Оверов С земли Можно прожать Это хороший Качественный Результат Если бы я подбирал Еще бы дополнительно Оверы Которые падают Ну тогда При лучших Раскладах Можно было бы Прожать 13-15 Овердрайвов Как-то так Как-то так Делитесь Своими результатами Продолжаем Я думаю Что обозревать Новые овердрайвы Пишите Что бы вы хотели бы Увидеть Уже в следующем Видосе В игровой тематике Какой корпус Хотели бы Увидеть На обзоре Все таки У нас Все овердрайвы Поменялись В Их работе Во времени Да Можно так сказать Но Крусейдер Это уникальный корпус Просто Уникальный корпус И его Вот так Вот Можно Реализовывать В мочке У меня друзья На этом все Поддержите видос лайком Подписывайтесь на канал Если еще вдруг не подписан Также нажимайте на колокольчик Дабы не пропускать новые видосы Ну и Пока Пока ребяточки 150 наберем Будет вообще бомба Давайте